Всем привет! С вами Света! Сегодня я подготовила для вас вариант сытной, вкусной и очень простой лазаньи с лавашом. Кто-то скажет, что это совсем не лазанье. Да, это не классический рецепт, но не менее вкусный и очень простой. Поехали! Все подробные граммовки я указала в описании под этим видео. Порция у меня получается достаточно большая. Начинаю я с обычной нарезки всего, что нужно нарезать. Так удобнее. На раскаленной сковородке обжариваю лук до полупрозрачности. Все, можем добавлять фарш. Сегодня у меня микс из свиного и говяжьего фарша. Здесь нужно активно перемешивать, чтобы он не слипался и не получилась котлета. Лопаткой я его постоянно переворачиваю. Из него должна уйти вся жидкость. Как только фарш начинает румяниться, я добавляю к нему томатную пасту и немного воды. Перемешиваю и сразу же отправляю к нему помидоры. Конечно, все нужно посолить и поперчить по вкусу. Здесь обязательно пробую, всего ли хватает. Все отлично! Можем отправлять начинку тушиться минут на 15. А пока приготовим соус бешамель. Масло растапливаю в кастрюльке и отправляю к нему муку. Чтобы она не пригорела, обычно снимаю с огня кастрюльку и перемешиваю. Добавляю молоко. Здесь главное перемешивать постоянно, чтобы не было комочков. Соус обязательно загустеет. В конце добавляю мускатный орех для аромата. Будем собирать нашу лазанью. Лаваш беру такой, чтобы подходил к моей форме для выпечки. Здесь три больших листа. Я их разрезаю и буду укладывать форму вместо привычных листов для лазаньи. Так еще быстрее и дешевле. Начинаем. На дно противня наливаю немного соуса и кладу первый лист лаваша. Потом немного начинки с фаршем. Сыр и соус бешамель. Не кладите много начинки на каждый слой, иначе лаваш слишком пропитается и слои просто не будут видны. И так повторяем несколько раз. У меня выходит 5 слоев. Последний щедро посыпаю сыром. Ничего, что лаваш по краям немного загнется, наоборот, будет хрустящий борт. Нам так нравится. Субтитры подогнал «Симон» Отправляем в духовку минут на 30 при 180 градусах. Время для вас пролетело незаметно, а наше лазанье уже готово. Отрезаю кусочек с корочкой из лаваша. Даже видно, насколько это сочно. Если не предупредить, что вместо листов лазаньи лаваш, неискушенный гость и не определит это с первого раза. Попробуйте приготовить дома такую необычную домашнюю лазанью. Поделитесь в комментариях, как вам такой вариант этого блюда. Если видео понравилось, не забудьте подписаться. У меня еще много идей для домашних рецептов. Всем пока!